Вернуть центральной набережной города первозданный вид. В Волгограде началась реорганизация излюбленного места отдыха жителей и гостей города-героя. Проект рассчитан на два года и для его реализации муниципальные власти планируют привлечь частных инвесторов. Как должна преобразиться набережная областного центра узнала Людмила Кухарева. Сегодня по решению суда уже заканчивается демонтаж кафе и закусочных в изобилии разбросанных вдоль речной террасы. Эти объекты объясняют решения об их сносе эксперты, портят внешний вид и нарушают гармонию архитектурного ансамбля центральной набережной. Она носит имя 62-й армии и для туристов является визитной карточкой города-героя. За последние два десятилетия здесь сложилась, скажем так, стихийная застройка из объектов, которые предприятия общественного питания, торговли, которые, мягко говоря, не совсем соответствуют облику города-героя Волгограда, высокому статусу этого места. Набережная нашего города одна из лучших в мире, более того, не только в России, но и в мире. Более того, ансамбль центральной набережной имени 62-й армии является объектом культурного наследия и поэтому требует своего особого отношения. То, что власти города выбрали правильный курс, подтверждают и сами волгоградцы. Для них центральная набережная – любимое место отдыха. И они хотят видеть ее красивой и благоустроенной. У всех волгоградцев набережная – это очень красивое и хорошее место. Но некоторые сооружения здесь немножко портят вид, конечно. Если благоустроить, то будет очень хорошо. Я только за. Мне кажется, набережная должна быть чистой. Ну, если здесь и будут стоять какие-то кафе, ну, может быть, не такого легкого типа, может быть, что-то. Ну, вообще, чтобы чистая была. Летние кафе на центральной набережной Волгограда все-таки будут. Взамен стационарных объектов, выполненных из бетона и металла, планируется установить легкоразборные тентовые конструкции. Их разместят по схеме, утвержденной в мэрии города. Мы понимаем, что без этих объектов достаточно скучно на набережной. Хочется съесть мороженое, выпить сок, прогуляться с детьми на набережной, посмотреть какой-то концерт. В этой связи объекты предполагаются к размещению в любом случае. Другое дело, что это будет не самовольный объект. Объекты построены по единому проекту. Проект реорганизации центральной набережной Волгограда рассчитан на два года. Как обещают специалисты, в будущем здесь появятся мощенные тротуары и современные малые архитектурные формы, выполненные в едином стиле. К реализации замыслов власти Волгограда намерены привлечь частных инвесторов. Людмила Кухрева, Василий Кострикин, телекомпания Ахтуба.